В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Пьяные водители, аварийные участки и несоблюдение правил дорожного движения. В Саровском отделе ГИБДД подвели итоги работы за 2019 год. Первый помощник при пожаре. 7 февраля отмечается день рождения огнетушителя. Театральный марафон профессии. Во Дворце детского творчества наградили победителей 4-го городского фестиваля. Далее расскажем обо всем подробно. Об авариях на пешеходных переходах, пьяных водителях и профилактике детского травматизма. В Саровском отделе ГИБДД провели анализ всех ДТП с 2019 год и внесли данные в ГОСТ от отчетности. Александр Косеньков поделился с журналистами городских СМИ статистикой дорожно-транспортных происшествий и рассказал о том, какие участки в городе признаны самыми аварийными. Подробности далее. Более 9 тысяч административных правонарушений за минувший год зарегистрировали сотрудники ГИБДД. По статистике, Саровщини пренебрегали требованиями дорожных знаков, неправильно выбирали скорость движения и дистанции между автомобилями, а также ездили пьяными за рулем. 259 у нас водителей были задержаны за управление в состоянии алкогольного пьянения. Это все потенциальные преступники. Из этих 259, 59 человек управляли автомашиной в состоянии алкогольного пьянения повторно в течение года, уже будучи привлеченным к административной ответственности за данный вид правонарушения. По этим всем фактам проведены соответствующие проверки, возбуждены уголовные дела. На 10% по сравнению с 2018 годом выросло количество ДТП. В авариях пострадали 108 человек, двое погибли. По словам Александра Косинкова, в Сарове снизилась аварийность на перекрестках улиц Музрукова строителя Захарова, Зернова Арзамасской и Зернова Садовой. На последнем для этих целей была установлена искусственная неровность. Выросло количество наездов на пешеходов на зебре от стадиона Икар к парку. Произошло его обследование на предметы выявления причины условий, способствующих ДТП. Сам пешеходный переход был немного перенесен из створа выезда со стадиона Икар чуть-чуть в другую сторону, чтобы пешеходам не создавали помехи автомашины, которые въезжают или выезжают на стадион Икар. Кроме того, принято решение об оборудовании данного нерегулируемого пешеходного перехода, средствами организации дорожного движения. Там будет установлен светофорный объект. Но не только люди были виноваты в случившихся ДТП. Практически на том же уровне осталось количество аварий, которые произошли из-за плохого состояния дорог. По-прежнему, одной из главных проблем в нашем городе остается ДТП с участием пешеходов. Их количество по сравнению с прошлым годом увеличилось. Если брать наезды на пешеходов, то произошел у нас резкий скачок этого вида ДТП с 27 до 38. Видите, какой рост? Практически на 30%. Что касается надзорной деятельности, то в минувшем году сотрудники ГИБДД проводили различные рейды и спецоперации по профилактике правонарушений на дорогах. Некоторые акции проводились с отрядами юных инспекторов дорожного движения. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Это и другие репортажи Вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Консультации по заполнению документов, мерам господдержки и изменениям в законодательстве. В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы в конце прошлого года в Сарове открылось окно «Мой бизнес». Несколько десятков предпринимателей уже получили помощь специалистов по вопросам ведения бизнеса. О том, кто консультирует жителей города и графики работы сотрудников, расскажем далее. Окно «Мой бизнес» в нашем городе открылось в середине декабря прошлого года. За полтора месяца работы консультации получили десятки предпринимателей по самым различным вопросам. Прием ведут специалисты ведомств, которые имеют отношение к деятельности предпринимателей. В том числе сотрудники налоговой инспекции банков, Росреестра, МЧС. Активно очень принимают участие в консультировании предпринимателей, центры занятости населения. В санэпидемстанции приходят к нам представители администрации. Окно «Мой бизнес» дает возможность всем желающим получить консультации по вопросам, связанным с ведением бизнеса и работе мер государственной поддержки. Чтобы прийти на прием, не обязательно быть предпринимателем. Если человек только задумывает открыть собственное дело, то помощь и рекомендации специалистов помогут ему избежать многих проблем в будущем. Также они консультируют и по изменениям в законодательстве. Сейчас у нас 1 января 2020 года вступил в действие новый закон о самозанятых. Это вообще тема очень актуальна. Приходят и предприниматели, и физлица. Не нужно этого бояться, что здесь сразу тебя отметят, к тебе придут с проверкой. Нет, это сделано не для этого, не в этих целях. То есть хочется образовывать предпринимателей, вовремя им помогать и делать это точечно. То есть все-таки, если есть проблема, не замалчивать ее, не злиться, сидеть там, да, у себя, как бы, внутри, не копить этот негатив, а приходить с нами, делиться и пытаться все вместе разбираться в каких-то очень сложных вопросах, наболевших. Специалисты ведут прием в Центре поддержки предпринимателей с понедельника по пятницу с 10 утра до 5 вечера. Узнать график работы можно на сайте ЦПП или по телефону 9-92-63. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. В пять раз увеличат региональные стипендии студентам, в три раза аспирантам. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после заседания президиума Госсовета. Так, уже в этом году стипендии имени академика Харитона за успехи в области физико-математических наук для студентов, вузов и школьников составят 11 тысяч рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове опять зазвучат сирены. 20 февраля сотрудники городских служб будут проверять систему централизованного оповещения населения. При выполнении настроечных работ периодически будут производиться пробные включения пунктов уличного звукового оповещения, которые будут сопровождаться имитацией звука электросирены. Системы оповещения будут проверять с 11 до 13 часов. Саровчан приглашает принять участие в открытом кубке города по ловле на мормышку со льда. Он пройдет в воскресенье 16 февраля на прудово-изнесенском в одноименном селе Нижегородской области. Приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет. Более подробную информацию можно узнать на официальной странице Саровской федерации рыболовного спорта ВКонтакте. 7 февраля в мире отмечают день рождения огнетушителя. В этот день в 1863 году американский инженер Аллан Крейзе патентовал устройство для тушения пожаров. Прототипами огнетушителей были стеклянные колбы с водой. Потом появились бычковые огнетушители. Устройство наполняли растворами калия, квасцимыльным раствором. О том, какие огнетушители применяют сейчас, расскажем в следующем репортаже. Огнетушитель важно всегда иметь под рукой, чтобы быстро ликвидировать возгорание своими силами до приезда пожарной охраны. По закону он должен быть в каждом офисном здании и торговом центре в местах массового скопления людей. Наличие огнетушителя обязательно и в автомобилях. Есть несколько видов огнетушителей. Порошковые, углекислотные, воздушно-водопенные. Каждый огнетушитель имеет свое свойство. То есть порошковый огнетушитель можно тушить определенные очаги пламени. А углекислотным огнетушителем можно тушить в установке под напряжением до 1000 вольт. Принцип работы всех огнетушителей одинаковый. Сотрудники пожарного надзора постоянно встречаются со школьниками и воспитанниками детских садов. Сотрудниками различных организаций и объясняют, как применять это устройство. В данном случае нам представлен огнетушитель углекислотный. За раструб мы ни в коем случае не держимся. Выход углекислоты достигает до минус 75 градусов по Цельсию. Мы выдираем чеку. У нас получается устройство готово к применению. Затягиваем шайбочку вот эту и начинаем спуск. Чтобы потушить, например, проводку, достаточно всего пары секунд использования. И пламя будет сбито. Потом огнетушитель надо дозаправить. Этим занимаются специализированные организации, в том числе и в Сарове. Сотрудники пожарного надзора советуют не пренебрегать безопасностью и обязательно приобрести огнетушитель и в свою квартиру, и в машину. Мастера по ковроткачеству, военные и моряки на одной сцене. Во Дворце детского творчества состоялась торжественная церемония награждений по итогам четвертого городского конкурса «Театральный марафон профессии». В этом году в финал «Темп» вышли 15 команд. 13 от детских садов и 2 школьных. На фестивале «Темп» воспитанники детского сада номер 41 и их родители представили профессию пограничника. Мини-спектакль они готовили несколько месяцев, писали сценарий, искали реквизит, проводили репетиции. По итогам конкурса им вручили диплом участников. Мы посмотрели, как выступали другие команды. И я надеюсь, что в следующем году мы возьмем такой опыт и будем как бы более активно участвовать. Но вы сами знаете, что самое главное не победа, а главное участие. Честно говоря, больше переживали за детей, потому что на сцене они еще не выступали. И, так скажем, думали, что все-таки увидев зал, у них будет небольшой ступор. Но дети молодцы, выступили просто шикарно с нашей точки зрения. Победителем фестиваля стала команда детского сада номер 16. На суд жюри они представили профессию моряка рыбного флота. Это было первое совместное выступление родителей и малышей. По мнению участников, они отлично подготовились и доказали самим себе, что они лучшие. Я заметила, что дети после выступления, это совершенно из разных семей, они стали очень дружные, помогают друг другу. И ощущение, что они как брат с сестрой. То есть они познали таких тяжбых подготовки, прошли такую подготовку к данному конкурсу. И дети с очень большим удовольствием посещали репетиции, старались. В финале театрального марафона профессии приняло участие 15 команд, 13 детских садов, 2 школы. В каждой по 4 человека, 2 ребенка и 2 родителя. В этом году темой фестиваля стали сразу несколько профессий. В этом году, поскольку это был, у нас сейчас идет год отца, год памяти и славы к 75-летию победы и год народного творчества, то именно вот в этом направлении были выбраны профессии. Большой раздел был посвящен военным профессиям. Пограничник, как танкист, летчик, как гражданский, так и военный. Моряк-подводник, моряк рыбиного флота и так далее. Темп проводится в рамках городского проекта «Профтренд», который направлен на профориентацию детей. Во время подготовки к фестивалю малыши узнают о различных специальностях и старинных ремеслах. Учатся работать в команде. Они знакомятся с особенностями того, что происходит в театре и на сцене. Это первое. Второе, они когда готовят свои профессии, свои постановки, они узнают что-то еще и о других совершенно непривычных для них в быту профессиях. Всем участникам фестиваля вручили дипломы и билеты в Саровский драматический театр. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. О том, кому нужна помощь и тех, кто может ее оказать. Руководитель городского клуба волонтеров «Инсайт» рассказал старшеклассникам из 17-й школы о движении добровольцев в России и нашем городе. Семиклассники узнали об интересных просветительских акциях и культурных проектах, в которых они могут принять участие в качестве волонтеров. Кто такие волонтеры, чем они занимаются и почему в наше время стали востребованы добровольцы? На эти и другие вопросы семиклассникам 17-й школы ответили сотрудники молодежного центра. Ребятам показали презентацию на тему «Волонтер» и рассказали, в каких акциях школьники и студенты принимают участие. Привлечь ребят к волонтерской деятельности, рассказать о том, для чего им это нужно. Помимо получения какого-то опыта, хороших эмоций, это еще плюс в виде волонтерской книжки, которая им в дальнейшем поможет при поступлении в ВУЗ. На базе молодежного центра функционирует площадка по добровольчеству, где можно узнать о других волонтерских организациях нашего города и страны, а также выбрать экологическое, культурное и любое другое направление. Ребята активно включались в беседу, отвечали на вопросы о добрых поступках и о помощи людям. Большой акцент на встрече сделали о спортивном и инклюзивном волонтерстве. Узнав подробности работы добровольцев, некоторые из школьников решили вступить в ряды волонтеров. Во-первых, потому что мне интересно. Я тоже хотела поступить в волонтерство и просто для интереса. Это помощь. Помощь людям, которые в это нуждаются, как, например, поиск людей. Стать волонтером может каждый желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Для этого нужно прийти в молодежный центр и написать заявление. Более подробную информацию можно получить по телефону 99-112. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей СРУВ-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА